Это идеологическая часть, а язык, он отличается? Он такой же, как в Ригведе, он такой же, как у, значит, не знаю, у Шанкары. Язык, он какой? Язык, язык, он так называемый, можно его так, ну, по крайней мере, в университетах его называют эпический санскрит, хотя, честно говоря, вот я бы не сказал, что он настолько отличается, вот, практически он очень мало отличается от классического санскрита. В Махабхарате, в языке Махабхарата отличий можно найти гораздо больше. Я лично практически, вот сколько я не читал, я всю роману, конечно, не читал пока еще на санскрите, но таких специфических, эпических, непониньевских форм я не находил, то есть это практически санскрит, да, санскрит. И форма, это, как уже сказано, в двух основных стихотворных форме, она штука, и три штука, да, то есть то, что, может быть, русский читатель более знает, как шлока, эпическая шлока, и вот одиннадцатый сложник написан с точки языка, то есть это практически на 90, может быть, 95 процентов, это обычный, обычный, известный всякому санскритаману или студенту, санскрит, это санскрит, за какими-то редкими исключениями особых форм, скажем так, нестандартных с точки зрения классической грамматики, но их не так много. И Рамайна считается, еще она интересна тем, что она считается Ади Кавьем, первое поэтическое произведение, то есть Вальмики считается таким первым поэтом, классиком. То есть, получается, язык Рамайна отличается, все-таки от языка Магабхараты, когда и та, и другая написаны вроде Вануштубхам, то есть большинство стихов. Рамайна, по моим наблюдениям, я сейчас как раз уже несколько месяцев читаю еженедельно, подробно читаю, медленно, подробно читаем, разбираем, переводим Рамайна с одной ученицей. Ну, вот я могу сказать, что она, конечно, язык отличается особой образностью, и наряду с тем, что, ну, наряду с действием, то, что называется action, да, наряду с тем, что там, конечно, какие-то вещи происходят, одна декорация сменяет другую, там очень много описаний, да, там очень много подробнейших описаний. Например, вот в том месте, с которого я начал, начало Араниканды, да, то есть, вот это вот, ну, лесного раздела, можно сказать, Араникандам, Араникандам, да, говорится о том, как Рама вошел, и вот он говорит, что он увидел, войдя в этот вот лес, который называется Дандакараникандам, по имени Царя Дандака, он увидел Ашрама, там, территорию Ашрама, то есть, территорию лесной обители, лесных аскетов, и дальше, примерно, на, идет девять или десять стров, где подробнейшим образом описывается красота этого места, да, вот целая, целая такая вот, вот, целый кусок текста, где идет описание, вот такое у меня, с всякими моими пометками размеченной, да, где, говорится, вот, очень красивое дается описание, да, какие там прекрасные были деревья и птицы, насколько там проникнуто все это место миром, и даже Рама, когда туда вошел, он был, ему было положено тетиву снять с лука, знак не просто аскетам, а всем этим животным, что он сюда пришел не охотиться, потому что ни в коем случае нельзя в месте обитания вот этих вот святых отшельников убивать какое-либо живое существо, и там вместе дикие с с травоядными животными, так сказать, возлежать вместе, идиллическое место, практически вот рай на земле, исполненные щебетания птиц, и воскурений от жертвоприношений, и полные замечательных прудов, наполненных лотосами, и так далее, и так далее, очень красивое описание, ну, по моим наблюдениям, вот эти описания, описания лесных обителей, ашрамов, они очень похожи, есть, допустим, в Магамгарате описания ашрама, где жила Шакунтала, собственно говоря, откуда Каледаса взял материал, так сказать, первичный материал, да, необработанный для своей великой драмы, Шакунталам, да, Шакунталам, да, Шакунталам Кадриям, да, ну, вот в Ромае не очень много таких описаний, то есть много описаний, а что значит много описаний, много композитов, да, ну, и, наверное, вот мои студенты уже сколько, 9 месяцев, да, каждую неделю занимаются, знают, что истолкование композитов бывает сложных слов, английский бывает очень непростой задачей, ну, и вот я считаю, что Ромае прекрасно дает нам такую возможность углубиться в это, ну, иногда одно предложение может растянуться на несколько шлок, на две, три, четыре даже шлоки, ну, потому что все какие-то... Ну, даже с половинкой, на три с половиной, например, на... Да, 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 следующее предложение может со второй половины шлоки начаться, да, ну, что, наверное, да. То есть, это что получается? Язык уже более, что ли, викиеватый, чем в Махабхарате, но это еще не Каледаса, это что-то... Нет, я бы не назвал, я бы сказал, почему он Кавья, там очень много сравнений, очень много сравнений, которые вот... Либо сравнений, либо метафор, ну, сравнения, они формально, в чем сущность сравнений, они должны иметь некое сравнительное словечко, либо Ива, либо Сама. Но вот я подсчитывал, в Ромае не в два раза чаще встречается Ива, чем в Махабхарате даже. Да, 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 и при всем этом не только Ива, да, сравнительное там Садреша, Сама и целый ряд других слов, которые обозначающие подобные, да, вот кто-то там, допустим, вот этот Ашрам, который был подобен там... Да, вот эта территория Ашрама, Ашрама Мандалам, да, который был подобен Сурьям Мандалам, он светился подобно кругу Солнца, да, подобно солнечному кругу, он был весь исполнен света. Например, вот в самых первых, вот процитированных мною двух шлоках, да, был... Он был, он увидел Рама Дадарша в перфекте, Дурдарша, да, трудно, неуязвимый достаточно, трудно, да, трудно или труднодоступный, или трудно, да, труднодоступный. Вообще Дурдарша, да, неуязвимый. И здесь созвучие есть Дурдаршам, Сурья Ашрама Мандалам. И вот этот вот труднодоступная территория этого Ашрама, Ашрама Мандалам, она была подобна, была Ядха Прадибтам, Дурдаршам, Гагане Сурья Мандалам, подобно солнечному кругу, находящемуся в небе, и который был Дурдарша, на который трудно смотреть было. Да, Дурдарша, Дурдарша, Ашрама Мандалам, Сурья Мандалам. То есть, постоянное какие-то уподобления. Да, 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 постоянное уподобление, потом игра даже звуками, да, это называется анупраса, да, на руссансквистской поэтике. Вот, то есть, всяких аллитераций, да, множество аллитераций. Красивый язык, да, что я говорю, он красивый, но в нём, может быть, нет, конечно, той вот ещё изысканности уже классической кавьи. Так, может, это и хорошо, что в нём ещё нету? Ну, это делает, это делает тем самым, конечно, этот язык Ромаина более понятным, скажем, для начинающего, нежели, там, если человек захотел, начинающий захотел почитать Каледас, и Каледаса – это далеко не самый сложный автор, хотя он, конечно, ну, можно сказать, он классик, да, великий классик, но есть и поэзия значительно более сложная, чем Каледаса. То есть, это получается некая середина условно Ромаина в плане сложности языка, можно сказать некое, можно ли сказать, что это середина? Ну, смотря между чем, я бы так не говорил, что середина, скажем так, я бы сказал, что после того, как мы достаточно долго читали Хитопадейшу, можно было бы, конечно, почитать ещё Паджатантру, но там разница небольшая с Хитопадейшой, там примерно всё в одном стиле написано, я думаю, что хорошее эпос, читать какие-то эпические истории, это вот хороший такой переход, это следующий этап. Язык, конечно, более сложный, он сложен прежде всего тем, для тех, ну, допустим, для тех, которые вот привыкли уже постепенно у нас привыкли читать Хитопадейшу. В Хитопадейше есть какие-то части прозаические, которые перемежаются, опять же, шлоками. И я думаю, что наши студенты увидели, как иногда непросто бывает проинтерпретировать, ну, казалось бы, ну, что такое шлопка, да, 32 слога, да, некое высказывание, а сколько там всего бывает сокрыто смыслов, и эти смыслы, они не потому сокрыты, что вот они какие-то там, вот особо там тайно сокрыты, нет, просто язык так устроен, что поскольку шлока, это, ну, как бы сказать, это как любая ритмическая речь, да, которая вот по своим собственным законам, она организована, да, и, например, одним из принципов является такая вот краткость, да, краткость высказывания, в угоду которой, чтобы уместить, допустим, вот в эти 32 слога какую-то мысль законченную, ну, как сказано здесь, бывает незаконченная мысль, да, мысль идет дальше, но очень часто шлока, это некая законченная мысль, нужно, допустим, ну, какие-то вот вещи просто выпустить, там какие-нибудь, там, не знаю, местоимения или союзы, да, и поэтому для начинающих бывает вообще любые шлоки, даже не говоря о каких-то более трудных размерах, трудно интерпретировать. Ну, а помимо вот этой черты, как я уже сказал, сравнения, да, сравнения, метафоры и композиты, да, здесь бывают композиты даже, ну, я бы их не назвал, конечно, прямо вот какими-то очень сложными, но я думаю, что для начинающих они могут доставить целый ряд неприятностей, эти композиты, как и любые санскритские композиты, прежде всего, могу в риге. То есть это будет более плотное знакомство с композитами? Это будет более плотное знакомство с композитами, и вообще это будет, ну, может быть, такая попытка навыкновения чтения именно эпических текстов, что если мы так вот натренируемся, скажем, там, за полгода или год, или полтора года, зависит от желания участников, то, да, можно будет, я думаю, что через год, ну, так, если прикинуть, да, что можно ожидать от тех, которые вот если будут постоянно, если у нас это вот все-таки курс этот продержится, да, так, чтобы хотя бы человек 20, да, около 20, не меньше, да, чем больше, тем лучше, но регулярно бы ходило, то, я думаю, что участники увидят, вот, начиная вот с октября месяца и до следующей осени, я думаю, что как их умение понимать тексты оригинала, я думаю, что очень серьезно возрастет. И умение читать эпические тексты, это можно читать и Рамаяну, и Махабхарату, и, в принципе, любые, там, допустим, вот сборник Катхаса Рецагара, да, океан сказаний, в общем-то, тоже написан шлоками, оно штубхом, да, то есть, как и чтение любой, как любая литература, любого рода литература, санскритская литература, вот, в частности, эпическая литература требует навыка, да, требует просто вот рутинных, регулярных занятий, я бы сказал, идеально, конечно, там, если кто-то может каждый день себе позволить, хотя бы по полчасика посидеть, ну, чем больше, тем лучше, по часу, по два часа, ну, наверное, мало, кто так вот реально может, ну, я думаю, что хотя бы вот плотное занятие по два часа в неделю, аудиторных занятий, ну, в нашей виртуальной аудитории, да, занятие чтения Брамаяны, плюс, конечно, подготовка, да, мне бы хотелось, чтобы студенты готовили это чтение, то есть, ну, попытались бы самостоятельно этот текст понять, расшифровать, так сказать, понятно, что я думаю, что у большинства это, ну, будет не всегда очень хорошо выходить, но это все неважно, это все не страшно, мы для того и собираемся раз в неделю, чтобы вот совместно этот текст, в него вчитываться, вслушиваться, да, начиная с того, что вслушиваться, да, вот, например, нас в университете в свое время не учили читать, ну, или минимально, да, читать правильно такие тексты, мы просто вот как, мы читали, правишя ту, бубнили, как-то вот бубнили, ну, как получится, да, а ведь когда мы это произносим, правишя ту ма раньям, дандака раньям атмаван, рамо дадарша дурдаршас, тапа сашрама мандалам, совершенно по-другому звучит, сразу же становится интересно, гул древних веков, столетий и даже, можно сказать, тысячелетия, да, почти около двух тысяч лет, плюс-минус, да, сюда, поскольку сам текст Рамайна в течение многих столетий, так сказать, разрастался, да, это, конечно, с точки зрения истории текста, ну, конечно, приписывается составление мудрецу Вальмики, который там обломал у несчастного Ганейши Бивень, там, макал его в чернилице, это все записывал, но это такая вот, да, история, да, ну, на самом деле, конечно, текст относится к вот к жанру, тому, как, ну, индологи, да, специалисты называют анонимная санскидская ритература, то есть, видимо, которая развивалась, были какие-то, ну, я не знаю, я не могу себя назвать просто вот таким большим, великим специалистом по романе, конечно, и по эпосу ни в коем случае, но, наверное, был, был какие-то, скажем, ряд сказаний, которые вот составляют самое, ну, сердце поэмы, да, которые вполне вероятно, то есть, скорее всего, конечно, были сочинены, вот, произносились бардами, певцами, по-моему, вот, для ромаина они Кушилова называется, да, ну, как бы вот отсюда имена Куша и Лова, имен вот этих легендарных имен царевича, а рома, которые вот остались жить, о которых рома изначально, по-моему, даже не знал, да, что они, вот у него есть двое сыновей, да, но Кушилова вот так же они называются, эти сказители, эти барды, ну, и, конечно, постепенно это было все-таки такой огромный эпос, он не мог быть, особенно, когда там он расширялся, южно-индийская версия, она, она еще более, более обширная, чем критическая версия, да, восстановленная, реконструированная, я лично не могу себе представить, то есть, чтобы вот, но особенно это касается Махабхараты, там, понятное дело, что там определенные, определенные части текстов, особенно в том, что касается Мокшадхармы, вот все эти спекулятивные, да, увозрительные, такие квазифилософские, да, части, все это предполагало уже какую-то, вот уже запись, уже записанный текст, хотя, конечно, безусловно, изначальное ядро и Махабхараты, и Рамаяны, скорее всего, конечно, оно было сочинено, вот, и передавалось из уст, но как было сказано, Рамаяны, вот их целый ряд, да, это не только в Альмике, а очень популярно, это Тулси Рамаяна, и есть Южноиндийская Рамаяна, по-моему, на Камбан, да, какие-то вот, есть разные региональные традиции Рамаяны, да, это целая история, ведь Рамаяна история, она известна вплоть до, ну, как это вот, до острова Борного, и так далее, да, и все, собственно, вся Южная и Юго-Восточная Азия, она полна, допустим, храмовыми артефактами, вот, где, где большое количество представлено из сюжетов именно из Рамаяны, да. То есть, санскритизация, в свое время, как сейчас, американизация, захватила огромные территории. Да, и если считать, что еще был буддизм, который изначально тоже родился в Индии, но он уже пришел, скажем, в Японию, он пришел из Китая, в Китай он пришел, в Китай он пришел, из Тибета, или все-таки из Кашмира, ну, там разные есть варианты, да. Я сейчас боюсь наговорить какой-то ерунды, потому что я уже какие-то вещи, уже детали подзабыл. То есть, мы встречаемся раз в неделю по воскресеньям в пять часов. Наша встреча длится два часа. И мы приглашаем примкнуть к нашим рядам, неравнодушных к Рамаяне и к санскритскому синтаксису. Да, да, да. Тех, которые интересуются вообще, как сказать, Рамаяной, как литературным памятником, или пусть будет даже как неким священным текстом, потому что, конечно, это можно сказать, это является, ну, где-то и священным текстом. Да. Во-вторых, тех, которые хотят, которых вот интересует, допустим, экшн, но те, которые хотят этот вот экшн, это все действие, да, понять, насколько же это действие вплетено в прекрасную ткань совершенно невероятных по красоте описаний. Да, то есть вот в Рамаяне в этом смысле я могу теперь с точностью заявить, что удивительная такая вот хорошая комбинация динамичного действия и красот описания. На всяком случае, вот ученица, с которой я тоже, не знаю, сколько мы с ней читаем уже месяца, три-четыре, да, очень, мне кажется, довольна и очень нравится. очень интересно, потому что ни один перевод, конечно, не может передать хоть русский, хоть английский, да, какой угодно, не может красоты оригинала, красоты звучности оригинала, но вот это вот, вот это конец четвертой, четвертой сарги, четвертой главой, вот внезапно, и внезапно одну штуб переходит в три штуб, тамаха-ведару-намаса-vikрамау, стхираву-бхау-самь-yate-рама-lakшма-naу, мудан-ви-тау-чик, мудан-ви-тау-чик, шипа-тур бхая-вахам, надан-я, надан-тамут-кшип, я-вали-на-ракшасам, ну вот так вот, да, в таком ключе идет раз, два, три, четыре, пять, пять шлок, пять, в смысле пять стров вот до конца, обычно под конец главы всегда меняется, а иногда бывают даже, даже другие размеры, в самом, в самом последнее одна-две шлоки бывают, ну шлоки я имею в виду строфы, строфы, да-да-да, бывают и очень даже и других размеров, да, обычно вот глава, она завершается какими-то вот строфами, не такого, ну вот не, не, не ануштубхом, а какими-то другими, даже очень красивыми размерами, да, поэтому это, это красиво, да, это красиво, мы будем учиться правильно произносить, да, мы будем учиться правильно рецитировать, в общем-то, для тех, у кого совсем уже медведь на ухо не наступил, кому медведь совсем на ухо не наступил, я думаю, что это можно научиться такой вот простой рецитации, да, там, не певанию, да, не пению какому-то особо изящному, а вот простою, а вот, например, Вот, например, как раз изменение ритма шлоки, но в том смысле, что вот это випула, так называемое, расширение изменения ритма. Атвату там бхимабалам вирадхам ракшасамбане. Атвату там бхимабалам вирадхам. А нет, 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 вру. Атвату там бхимабалам вирадхам ракшасамбане. Атвату там бхимабалам вирадхам ракшасамбане. А, нет, нет, я сейчас что-то сбился, да. Атвату там бхимабалам бхимабалам вирадхам ракшасамбане вирадхам ракшасамбане. Да, вот изменение, это придаёт такой вот особый шарм. Ну, это иногда так вот сразу же трудно сориентироваться. Я думаю, что для большинства, конечно, студентов это пока звучит так очень абстрактно. То есть, это надо подсчитывать количество слогов. Ну, человек опытный, рецитатор или который кто-то, кто знает санскрит получше, обычно уже сразу же видишь, что здесь как-то ритм меняется. В данном случае так называемая бхавипова. До встречи в воскресенье. Да, ещё раз приглашаю всех-всех-всех. Любой, не обязательно было присутствовать все девять месяцев перед этим. Прямо вот свеженькими можно, с пылу горячие студенты. Это только главное, чтобы было желание изучать санскрит, да. Ну, и немножечко так вот готовиться, да, готовиться. Санскрит дело не очень простое, поэтому приходите все, друзья. Вы увидите, что это здорово. Ромайны, во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это очень интересно. В-третьих, это очень, это напрягает наши мыслительные способности, да. Вот, например, в том, что касается интерпретации текста, да. Мы отрабатываем все эти приёмы. И, конечно, в начале каждого такого занятия будет, ну, может быть, не всегда там по часу, может быть, достаточно по полчаса, ну, какой-то вот лекционный, с моей стороны, лекционная часть на каких-то вот явлениях санскритской грамматики, санскритского синтаксиса. Это, так сказать, тоже то, что не имеет окончания, потому что нюансов в санскрите очень много. И об этом мы будем, конечно, каждый раз говорить, обсуждать, слушать и стараться запоминать. Поэтому с вагатом. До встречи. Всего доброго, до встречи.